Семья Дарлингов Венди говорила, что листья падают с наряда Питера Пэна. Однажды вечером родители вышли прогуляться. Дети остались дома одни и отправились спать. Когда Жанни уснули, Питер Пэн впрыгнул в комнату по своему обыкновению через окно и стал собирать листья, которые оставил во время прошлого визита. И тут Венди проснулась. «Питер Пэн, я ждала тебя! Никто не верит мне, что ты настоящий!» Венди вернула листья Питера Пэна, которые она спрятала. Ей очень нравился Питер. Они вместе пришили листья обратно к его одежде. «Венди, хочешь я расскажу тебе одну удивительную историю про приключения?» «Я не хочу услышать о приключениях, Питер Пэн!» «Я хочу пережить их!» И в этот миг маленькая фея Динь-динь, подружка Питера Пэна, влетела через окно. «Ну конечно, я знала, что найду тебя здесь! Ты готовишься к новому приключению без меня?» «Ты же знаешь, что без тебя я ничего не смогу делать!» Венди разбудила своих братьев. Ее братья смотрели на Питера Пэна и Динь-динь с большим удивлением. «Ну что, готова полетать?» Динь-динь разбросала свою волшебную пыль. Благодаря ей дети поднялись в воздух и вылетели в окно. Они направились в Натландию. После долгого путешествия дети прибыли в Натландию. И там они увидели русалок, диких животных, индейцев, пиратов и потерянных мальчиков. Самым опасным из них был злодей по имени Капитан Крюк. Капитан Крюк был главным врагом Питера Пэна. Причиной тому было то, что однажды в сражении Питер Пэн отрезал руку Капитана, и огромный крокодил съел ее. Вместе с рукой крокодил также проглотил наручные часы Капитана. И с тех пор всегда издавал звук идущих часов. Так Капитан Крюк всегда мог определить, рядом ли крокодил. Под тиканью часов. Капитан Крюк стоял с биноклем на палубе, когда заметил Питера Пэна и детей, глядящих на него с вершины холма. Он немедленно приказал стрелять из пушек. Питеру Пэну и детям было очень нелегко уворачиваться от пушечных ядер. Динь-Динь, отведи детей в безопасное место. Я разберусь с Крюком. Динь-Динь очень ревновала к Венди, и она хотела, чтобы та держалась подальше от Питера Пэна. Она придумала повод оставить Венди на холме, а Яна и Майкла отвела в безопасное место на пляже. Тем временем потерянные мальчики, жившие на острове, увидели Венди издалека, и, подумав, что она враг, начали стрелять в нее. Питер Пэнджи продолжал сражаться с Капитаном Крюком. Но, заметив крокодила с тикающими в животе часами, Крюк в ужасе убежал. Возвращаясь назад, Питер Пэн заметил лежавшую на камнях раненную Венди. Он очень расстроился. И потерянные мальчики очень сожалели о том, что ранили ее, узнав, что девочка была другом Питера Пэна. Я же доверил детей тебе! Динь-Динь была очень жаль. Она поняла, что поступила неправильно. Мне так жаль, Питер. Это больше никогда не повторится. Я обещаю! Потерянные мальчики построили прекрасную хижину для Венди и ее братьев. Ночью они все легли под тенью деревьев и стали слушать рассказы Венди. А Питер Пэн охранял хижину. Как-то отдыхая среди скал, дети заметили приближающихся пиратов. Пираты взяли в заложники дочь вождя индейцев. Питер Пэн и мальчики бросились вслед за ними, чтобы спасти дочь вождя. Между мальчиками и пиратами произошла большая битва. В конце концов, они спасли дочь вождя и вернули ее в семью. После этого дня индейцы Питер Пэн и потерянные мальчики стали очень близкими друзьями. Вождь приказал двум своим лучшим людям охранять мальчиков. Конечно, капитан Крюк был в ярости от всего случившегося. Однажды я одолею тебя, Питер Пэн, и ты не сможешь избежать расправы. Как-то ночью, когда Венди начала рассказывать историю своей семьи, Питер понял, как сильно она и ее братья скучали по дому. Поэтому он сказал им, что они могут вернуться домой, если хотят. Но сам он должен остаться. Дети решили, что пора отправляться домой. Но когда они собрались в долгий путь, на них напали пираты. Пираты связали индейцев и захватили мальчиков. Питер Пэн же мирно спал у себя дома, не зная, что случилось с его друзьями. И тут у его окна появился капитан Крюк. Злодей увидел спящего мальчика, но не смог открыть дверь в его домике на дереве. Тогда он вылил ему под дверь сонное зелье из бутылки, которую принес с собой. Это зелье заставило Питера Пэна спать часами напролет. Питер Пэн проспал целый день, а когда проснулся, увидел перед собой Динь-Динь. Она рассказала ему о том, что произошло, и они отправились спасать мальчиков. Когда они добрались до счастливой скалы, убежище пиратов, они увидели, что там не было стражей. А перебравшись к краю скалы, они потеряли дар речи от ужаса. Венди, Ян, Майкл и потерянные мальчики были связаны, а капитан Крюк держал в руках факел, готовясь развести для них костер. Можешь сказать свое последнее слово. Будучи самой старшей, Венди начала говорить. Дорогие друзья, мои последние слова будут такими, какие сказали бы вам ваши матери. Если бы они были здесь, они бы сказали вам не бояться и быть смелыми. Даже перед лицом смерти. Не бойтесь, доброта всегда побеждает. Всегда. Капитан Крюк очень разозлился на слова Венди. Он отвел ее на корабль и стал привязывать к мачте. Воспользовавшись этим, Питер Пен и Динь-Динь бросились вызволять мальчиков. И тут к ним на помощь пришли индийцы во главе с вождем. Питер Пен очень обрадовался, ведь с их помощью они могли легко спасти мальчиков, что они и сделали. Пришло время вызволять Венди. Питер Пен и потерянные мальчики пробрались на корабль капитана Крюка, где осталось всего несколько пиратов. Когда те поняли, что будут побеждены, они поспешили спрыгнуть с корабля. Здесь негде спрятаться, Крюк! Сдавайся! Питер Пен и потерянные мальчики атаковали капитана Крюка, заставив его отступить. И вдруг капитан услышал звук. Тот самый звук, которого он больше всего боялся. Когда Крюк в страхе оглянулся, он увидел крокодила, который ждал его в воде. «Помогите!» В мгновение ока он оказался на другой стороне корабля. Спрыгнул и поплыл так быстро, как только мог. Питер Пен и потерянные мальчики засмеялись. С этого момента корабль Крюка принадлежал потерянным мальчикам, а их капитаном был Питер Пен. «Команда готова выполнять ваши указания, капитан Питер! Уплываем отсюда!» Ребята развязали веревки, и паруса раздулись на ветру. Дети были очень рады услышать это. Венди, Ян и Майкл собирались воссоединиться со своими родителями, по которым они очень соскучились. Динь-динь рассыпала волшебную пыль, и тот корабль поднялся в воздух и полетел. Венди не терпелась рассказать родителям о Питере Пене, Динь-динь и Нетландии. С этого дня Нетландия стала их вторым домом, а Питер Пен – лучшим другом. Однажды Мышонок, живший в городе, решил навестить своего друга, который жил за городом. Путь был долг, но в конце концов городской Мышонок наконец добрался до деревушки своего приятеля. Это место пахнет ужасно. Как можно жить в таком зловонном месте? Пройдя еще немалым миль пешком, городской Мышонок наконец оказался в местечке, где обосновался деревенский мышонок. Тот жил в землянке, которую сам себя построил. Как мой друг может жить в таких плохих условиях, я никак не могу этого понять. Городской Мышонок постучал в дверь. Деревенский Мышонок открыл дверь. Он был очень удивлен и рад увидеть друга. Добро пожаловать, друг. Что привело тебя в наши края? Я устал от городской жизни. Решил приехать и повидаться с тобой, увидеть, как ты живешь, но теперь я вижу, что ты не очень-то счастлив. С чего ты взял? Почему бы тебе не зайти в дом? Я приготовлю чего-нибудь поесть. Они вошли в дом. Городской Мышонок был поражен тем, в какой темной, маленькой и душной коморке жил его друг. Какой маленький и темный у тебя дом. Как ты здесь живешь? Деревенский Мышонок приготовил перекусить и положил на стол сыр, листья салата, морковь и кукурузу. Ну что ж, мой друг, давай насладимся обедом. Городской Мышонок взглянул на то, что лежало на столе и сказал. Ты называешь это едой? Там, где я живу, мыши бы даже не посмотрели на эту еду. У нас пирожные, пироги, множество сортов сыра и мяса. В городе ты найдешь все, чего только пожелаешь. После того, как городской Мышонок закончил свой обед, они решили прогуляться по поселку. Городскому Мышонку совсем не понравилось место, в котором жил деревенский Мышонок. Такие места мне совсем не по нраву. Они очень грязные и скучные. Тебе обязательно нужно посетить мой родной город. Я покажу его тебе, ты должен его увидеть. Я уверен, после этого ты не вернешься сюда. На утро друзья распрощались. Через некоторое время деревенский Мышонок решил навестить своего друга в городе. И отправился в путь. После долгого путешествия Мышонок добрался до города. Следуя инструкциям своего друга, он нашел его дом. Городской Мышонок жил в квартире. Деревенский Мышонок был очень удивлен, когда увидел, где жил его друг. Этот огромный дом твой? Ну, не совсем. Я делю его с хозяйкой. Я очень голоден. Покажи мне ту удивительную еду, о которой ты мне рассказывал. Городской Мышонок вошел на кухню и открыл дверь холодильника. Он взял сыр, мясо, фрукты и овощи и выложил их на стол. Как только они начали есть, послышалось мяуканье кота. Городской Мышонок подскочил на месте и воскликнул. О нет, домашний кот услышал наш разговор. Нужно прятаться. Следуй за мной. Оба мышонка юркнули в нору в стене. Дрожа от страха, Деревенский Мышонок спросил. Ты живешь в этом доме с котом? Это не опасно? Конечно, опасно. Но это цена, которую мне приходится платить за роскошную жизнь. Через некоторое время кот ушел из кухни. Мышата выбрались из норы и продолжили обедать. Но через некоторое время они услышали, как хлопнула входная дверь. И городской Мышонок испуганно закричал. Поторопись, беги, пришла хозяйка. Беги, пока она нас не увидела. Мышата снова бросились в маленькую норку. И Деревенский Мышонок, едва переведя дыхание, снова спросил. На этот раз я не понимаю, зачем мы бежали. Хозяйка не знает, что ты здесь живешь. Конечно, нет. Люди очень опасны. Как ты живешь в таком доме? Ну, бывают сложные дни, но я очень счастлив жить так. Ведь я могу есть все, что захочу и когда захочу. На этот раз все спокойно. Пойдем продолжим трапезу. Деревенский Мышонок выбрался из норы и, торопясь, к выходу сказал. Нет, спасибо, друг. Я потерял аппетит. Достаточно страхов на сегодня, и я ухожу. Куда ты идешь? Я иду обратно домой. Мой дом, может быть, не богат, но я живу в покое и свободен. Мне лучше жить в покое и чувствовать себя свободным, чем жить в постоянном страхе. Так деревенский Мышонок вернулся в свою скромную норку и продолжил свою тихую счастливую жизнь в деревне. И никогда больше не возвращался в город. Субтитры создавал DimaTorzok